Приветствуем вас на нашем канале. Не стало Леонида Борткевича. Экс-солист мулявинских песняров. Лирический тенор, любимец дам, рыцарь романтического образа и веселый рассказчик разнообразных баек. Просто теплый и душевный человек, ушел на 72 году жизни, чуть более месяца не дожив до своего дня рождения. За свою жизнь Леонид Борткевич спел около 600 песен, это огромное наследие. Он первым исполнил домик на окраине Владимира Мигули. Но всегда и везде узнавали его и требовали петь «Александрину, молодость моя Белоруссия», «Березовый сок» и косил ясь конюшину. Мало кто знает, но знаменитая на весь Советский Союз бодрая «Ла-ла-ла-ла» в первых же тактах этой песни придумал именно Борткевич. И народная обработка приобрела то самое задорное и современное эстрадное звучание, которое так ценили поклонники ансамбля. Борткевича в песне привел Владимир Мулявин. Сам, будучи тенором, он благоволил именно к редко встречающимся высоким мужским голосам, чувствуя в них особую лиричность, необходимую песнерам. Молодой архитектор пел в любительской группе «Золотые яблоки». И звонок от именитого музыканта сперва принял за розыгрыш своего приятеля. Только потом знакомый осветитель из филармонии сказал ему, это не шутка, действительно лично Мулявин звонил. После прослушивания у строгого руководителя песнеров, Борткевич тут же получил ноты Александрины и через два дня с разученной партией уже направлялся в Москву выступать в Доме Союзов. Стоит ли удивляться, что слушатели всегда называют его имя, перечисляя золотой состав любимого коллектива. В конце 1980-х уехал в Соединенные Штаты, всегда подчеркивал, что уезжал не потому что в СССР что-то не устраивало, а вместе с женой, олимпийской чемпионкой Ольгой Корбут, которую пригласили на работу в качестве тренера. Чужбина вовсе не была к нему сурова. Но в американский период своей жизни Борткевич по собственному признанию не пел. «Чтобы там петь, надо там и родиться», — говорил он. Новым занятием стала живопись в жанре сюрреализма, возвращение к истокам. Все-таки изначально Леонид Борткевич стремился реализовать себя именно в визуальном искусстве, получил профессиональное образование и работал по специальности. Множество его картин по сей день хранится в США. К слову, после возвращения в Беларусь и в ансамбль «Песнеры» в 1999 году писать он не бросил. Возможно, широкая публика однажды еще увидит в музейных залах выставку работ Леонида Борткевича. Они интересны и заслуживают внимания, как еще одна грань его таланта. А спетые теплым лирическим тенором песни навсегда останутся в нашей памяти. Искреннее соболезнование родным и близким. Вечная светлая память. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки и пишите свое мнение в комментариях.